Итак, еще раз здравствуйте, ребята! Мы продолжаем наше занятие, и вторая часть нашего урока посвящена сочинениям. Мы дошли до самого удивительного – текста. Вообще, текст – это продукт нашей речевой деятельности. И существуют две стороны. Прежде всего, это автор. А вторая сторона – это слушатель, читатель, тот, кто воспринимает текст. Я не случайно взяла слова Николя Шамфора, мыслителя XVIII века. Автор идет от мысли к словам, а читатель – от слов к мысли. Автор обращается к нам, пытается, используя различные средства выразительности, какие-то языковые приемы, старается затронуть наш ум, сердце, повлиять на нашу душу. И, конечно же, мы, читая тексты, стараемся понять авторскую идею. Вот в центре нашего внимания при работе над сочинением 9.1, 9.2 и 9.3 будет художественный текст. Посмотрите, пожалуйста, в чем схожесть и различие сочинений 9.1, 9.2 и 9.3. Ну, во-первых, объем сочинения одинаков, не менее 70 слов. Все три сочинения мы пишем с вами с опорой на текст. С этого года текст, по которому мы пишем сочинение и изложение между собой не связаны. Давайте остановимся на каждом из этих видов более подробно. Итак, 9.1. Интерпретация высказывания, задание. Да, мы с вами работаем с высказыванием на лингвистическую тему, ищем языковые явления в тексте для работы. 9.2. Мы работаем с вами с фразой из текста, пытаемся интерпретировать ее и понять текст. 9.3. Мы даем с вами определение значения слова, объясняем его на основе текста. Аргументацию, которую мы подбираем с вами к сочинениям. В сочинении 9.1. Мы подбираем два аргумента из текста. В сочинении 9.2. Также два аргумента из текста. В сочинении 9.3. Посмотрите, пожалуйста, мы можем взять один аргумент из текста, а второй из жизненного опыта, или же два аргумента из текста. И, наконец, знание лингвистического материала нам необходимо с вами только для сочинения 9.1. Для сочинения 9.2. 9.3. Такой необходимости нет. Итак, наша задача, так как мы работаем с вами с художественным текстом, наша с вами задача погрузиться в текст, понять его, чтобы можно, чтобы как можно лучше выполнить задачу, стоящую перед нами. И, конечно же, работая с текстом, мы с вами должны понимать фактологическую основу, в первую очередь, все, что связано с героями текста, сюжетом. То есть, по сути, мы отвечаем с вами на вопросы. Кто является главным героем текста? Где происходит действие? Когда происходит действие? Что вообще происходит в тексте? И, конечно же, для нас важна концептуальная основа текста — это все, что связано с авторским замыслом. Мы должны с вами понимать, а почему ребенок, герой данного текста, поступил именно так? Зачем он это делает? Что толкает его на эти поступки? Ведь я еще раз подчеркиваю, что автор создает свой текст не просто для того, чтобы рассказать какую-то историю, а он создает свой текст для того, чтобы, несомненно, вызвать у нас эмоции, найти отклик в душе каждого читателя или слушателя. Поэтому первая цель, которую мы себе ставим — понять, что же хотел сказать автор. Итак, для того, чтобы показать, как мы работаем с вами с тремя видами сочинения, я надела один из вариантов. И, конечно же, все три задания мы постараемся с вами рассмотреть что-то более подробно, что-то менее подробно, остановиться на одном из самых сложных видов работы — это сочинение на лингвистическую тему. Я думаю, что больше всего вы, наверное, погружены в критерии сочинения 9.3 и знаете его очень хорошо, по крайней мере, чаще всего выбираете его для работы. Итак, текст у нас с вами один, а задания будут разные. Давайте посмотрим с вами на этот текст и познакомимся с ним. Послушайте, пожалуйста, этот текст. «Пусти!» — крикнул Валерка и бросился назад, в лес. Нескольких секунд нашей растерянности хватило, чтобы он скрылся в темноте. «Тихий мальчик, спокойный, послушный!» — ехидно сказал я, повторяя слова наших знакомых, которые навязали мне и моему другу Виталию такого попутчика. Впрочем, до последнего момента Валерка был и на самом деле очень спокойным для своих 11 лет попутчиком. До тех пор, пока не обнаружил, что потерял планшет. Со старой сумкой-планшетом Валерка не расставался ни разу за время плавания. Он таскал его на длинном ремне, а ночью, укладываясь на постель из наших пальто, совал его под голову. Спал Валерка на полу и был в нашей каюте зайцем, потому что родственники, у которых он гостил в Самарове, купили ему палубный билет четвертого класса. «Мы плыли из Самарова в Тюмень. Маленький Менделеев был последним пароходом, который в этом году мог пройти к Тюмени по извилистому и обмелевшему фарватеру Туры. Но на Иртыше, несмотря на конец июля, все еще держался разлив. Однажды ночью Менделеев неожиданно остановился. Мы с Виталием вышли на верхнюю открытую палубу. Было темно, только на севере небо светилось ртутным отблеском белых ночей. Неожиданно рядом оказался Валерка. Он даже не оделся. Выскочил на палубу в трусах и майке, только сунул ноги в тапочки, однако в руках держал неизменный планшет. «Зачем ты его таскаешь с собой?» Валерка ответил неохотно. «Так, карты там. Ну и что? Я отмечаю путешествие». «И много ты путешествовал?» Усмехнулся я. Валерка смутился, ответил вздохнув. «Немного. Я не только не отмечаю, не только те отмечаю, в которых бывал, а еще те, которых хочу. Ну, потом когда-нибудь». Тем временем пароход с трудом приткнулся к невысокому лесистому берегу. Поломка колеса. «Не меньше часа простоим», — сказал матрос. «Значит, два», — заключил Виталий, предложил прогуляться по лесу. Ему иногда приходили в голову бредовые идеи. На берегу смутно белели березовые стволы. В черной, удивительно спокойной воде на страшной глубине плавали звезды. Мы пошли. Ничего интересного не было в этой прогулке. Только нашли поляну, где слабо светились венчики густорастущих ромашек. Они отражали те крохи света, которые звезды посылали земле. А когда среди деревьев снова заблестели огни парохода, Валерка спохватился, что потерял планшет. Он нес его в руках, чтобы сумка не била по ногам и не цеплялась за ветки. Споткнулся, выпустил планшет. «Я думал, вы его подняли», — сказал он. «Вот растяпа», — изумился Виталий. «Надо найти», — почти со слезами сказал Валерка. «Не валяй дурака, пароход уйдет». «Пусть уйдет пароход, а я пойду», — крикнул он. И вот теперь мы вынуждены были бежать вслед за мальчишкой, каждую секунду боясь услышать гудок уходящего парохода. Валерку мы догнали минут через семь. Он ждал нас, прижимая к груди планшет. Нашел он его случайно, запнувшись за ремешок. В каюте мы извели, наверное, полчетвертинки спирта, смазывая Валеркины ссадины. Потом он сразу уснул. Случилось так, что мы с Виталием заспорили о месте, где произошла остановка. В конце концов, решили обратиться к карте. У нас ее не было, но на столе лежал Валеркин планшет. Будить парня не хотелось, и мы вытащили карту без разрешения. «Черт возьми», — сказал я. Вместо ожидаемой карты области перед нами развернулась карта мира, испечренная во всех направлениях синими пунктирами. И это были будущие Валеркины маршруты. Они пересекали континенты и океаны. И тогда понятным стал недавний Валеркин маршрут. Самый короткий, но не самый простой. Через ночной лес за потерянным планшетом. «Ну что ж», — задумчиво сказал Виталий. «Каждый бережет свою мечту. Как ты думаешь, он боялся в лесу? Мы оба посмотрели на нашего спутника. Тот спал, откинув исцарапанную ветками руку. Иногда у него беспокойно сдрагивали брови». Итак, автор этого текста — Крапивин. И вот к этому тексту даются три задания. Для сочинения 9.1 мы читаем с вами следующее задание. Напишите сочинение рассуждения, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Ирины Борисовны Голуб. Если пропустить наречие, смысл текста не будет искажен, но исчезнут полутона, которые придают речи особое художественное значение. Итак, что же из себя представляет сочинение на лингвистическую тему? Перед нами, конечно же, цитата, которая повествует о каких-то языковых явлениях, особенностях языка. И наша задача с вами — определить эти особенности, эти языковые явления, объяснить эту фразу и, в общем-то, подобрать примеры из текста, определив роль этих языковых явлений. Как я предлагаю вам работать? Ну, во-первых, посмотрите, мы с вами начинаем с того, что работаем с этой цитатой. Воспринимайте ее, пожалуйста, хотя это всего лишь навсего одно предложение, но воспринимайте ее, пожалуйста, как мини-текст, небольшой текст. А как мы работаем с любым текстом, мы начинаем с того, что выделяем ключевые слова, которые помогают нам определить смысл высказывания? Итак, давайте посмотрим, что же здесь является для нас главным в этом высказывании. Речь идет о наречиях. Сразу же вспоминаем, что такое наречия. Что же говорит Ирина Борисовна Голуб о наречиях? Что они придают речи особое художественное значение. Итак, наша задача — объяснить, что такое наречия. И какое же художественное значение придают они тексту. Конечно же, мы с вами вспомним, должны знать композицию сочинения. Вступление. В этом вступлении мы должны с вами интерпретировать данную нам цитату. Рассуждение о смысле высказывания. Внимание, ребята, это рассуждение должно быть на теоретической основе. Далее мы должны подобрать пример и обязательно объяснить его роль в тексте в рамках того объяснения, которое мы дали. Второй пример и его в тексте. И, наконец, вывод для того, чтобы у нас получилось сочинение рассуждения. Итак, вот начало этого сочинения может быть таким. Понятно, что мы с вами вспомним, что наречия — это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия или другого признака. Я думаю, что многие из вас вспомнят, что наречия бывают обстоятельственные и определительные. Определительные наречия образа действия меры и степени. И именно определительные наречия являются средством выразительности. Они придают тексту эмоциональность, помогают описать психологическое состояние героя и даже могут быть эпитетами. Вот это наш тезис, который мы должны с вами доказать. Итак, наша задача — найти в тексте два примера, которые бы доказали нашу мысль, что наречия придают эмоциональность и помогают описать психологическое состояние героя. Обратимся к тексту. Второй шаг, второй и третий шаг, ребятки, вот их пропускать ни в коем случае нельзя. Это все заложено в критериях. Мы должны не только найти наречие, но и объяснить его роль в рамках нашего, опять-таки, высказывания, нашего тезиса. Посмотрим внимательно на текст. Я бы обратила внимание, прежде всего, на наречие «Неожиданно рядом оказался Валерка». Вы посмотрите, в какой ситуации это происходит. Пароход встал, и, казалось бы, он был внизу, а может быть, и дремал. Но он тут же оказался рядом неожиданно, хотя еле был практически не одет, а в руках был неизменный планшет. То есть это наречие неожиданно помогает понять нам характер этого мальчика, его вообще любопытство, его интерес к жизни. Все интересовало его. Посмотрите на предложение 19. Валерка ответил неохотно. Почему именно такое наречие использует крапивин? Конечно же, ему не хотелось делиться самым сокровенным, раскрывать свои тайны с людьми, которых он наверняка мало еще знал, со своими попутчиками. Также можно посмотреть на предложение 44. «Надо найти почти со слезами», – сказал Валерка. Посмотрите, пожалуйста, «со слезами». Эти слова показывают, конечно же, отчаяние Валерке в тот момент, когда он вдруг осознал, что его карты больше нет. Предложение 63. «Ну что ж, задумчиво», – сказал Виталий. Задумчиво. Значит, он о чем-то задумался. Безусловно, они совсем другими глазами посмотрели на мальчика, который казался им таким тихим, неинтересным. А этот удивительный парнишка, оказывается, путешествует, пусть и в своих мечтах, но по всему миру. И, наконец, в 68-м предложении иногда у него беспокойно сдрагивали брови, что тоже помогает, наверное, полнее раскрыть характер нашего героя. Вот, конечно же, из всего текста мы выберем именно эти наречия, которые помогают нам понять состояние героя, раскрыть их характер. И, наверное, наши примеры могли бы выглядеть так. Крапивин, чтобы описать психологическое состояние Валерки в тот момент, когда он обнаружил пропажу сумки планшета, предложение 39, использует наречие почти со слезами. Изменился бы смысл предложения, если мы убрали бы эти наречия? Конечно, мы не смогли бы увидеть и понять, в каком отчаянии находился мальчик, лишившись своего сокровища. Посмотрите, мы выполнили все требования нашего сочинения. Мы указали с вами наречие. Мы нашли его. Наречие почти со слезами в предложении 39. И указали роль данного наречия. Они помогают увидеть и понять, в каком отчаянии находился мальчик, лишившись своего сокровища. Не менее важна роль наречия задумчива в 59-м предложении. Оно помогает раскрыть состояние Виталия, спутника Валеры. Ведь он другими глазами посмотрел на мальчика. Понял, сколько сил и решительности дает мечта человеку. Как важно человеку мечтать. Вот какова сила одного наречия. Мы тоже указали с вами наречие и определили его роль, что тоже описали в основной части. Итак, ну и третий шаг, конечно же. Мы должны написать вывод для того, чтобы композиция нашего рассуждения была полной. Таким образом, наречие придает речи особое художественное значение. Помогает нам лучше понять героев их состояние. Мы обобщили вышесказанное. Ребята, обратите внимание, я нигде не использовала, например, само высказывание. Очень часто вы начинаете с того, что переписываете это высказывание, а интерпретацию подменяете тем, что раскрываете скобки и пересказываете то же самое, что сказал лингвист, писатель, философ, потому что авторы могут быть у нас абсолютно разные. Это неправильный подход. Во-первых, высказывания могут быть достаточно большими. И первая часть будет неоправданно расширенная у вас, объемной. И, конечно же, для того, чтобы выполнить задание, мы должны, я еще раз повторяю, найти ключевые слова, которые показывают нам на именно языковые явления, понять их и объяснить. Сразу же хочу сказать, что это задание достаточно сложное. И я рекомендую, прежде всего, брать это тем ребятам, которые очень хорошо знают грамматику русского языка, знают русский язык в целом. Орфографию, пунктуацию, понимают, что это такое. Очень часто, ребята, есть много достаточно книг, которые предлагают нам различные таблицы, где указаны слова-помощники. И вообще есть некоторые источники, которые дают определенные шаблоны. Вот это разные понятия, шаблоны и, собственно, клише, слова-помощники. Я не рекомендую брать шаблоны, потому что каждый текст уникален. И невозможно под какой-то трафарет подогнать это удивительное создание человека-текст. А, соответственно, клише, вот в данном случае мы видим слова-помощники, которые помогут вам перейти от одной части к другой, логично изложить свои мысли. Вот почему бы нет, если они вам помогают. Итак, сочинение 9.2. Оно чем-то очень похоже на сочинение 9.1. Композиция его перед вами. Мы с вами должны в первой части дать толкование высказывания. Высказывание уже взято из текста. Подобрать два примера из текста и сделать вывод. Конечно же, опять-таки, мы начинаем с того, что внимательно читаем текст и воспринимаем фразу как мини-текст. Идем через ключевые слова. Определяем основную мысль фрагмента. Найдем, в какой части текста находится фрагмент. Попытаемся понять позицию автора, его мысль. Сверяем со своей интерпретацией высказывания. И, собственно, тогда уже приступаем к объяснению фрагмента с учетом содержания всего текста. А дальше мы подбираем два примера и опять-таки пишем сочинение рассуждения. Вот к данному тексту была фраза «каждый бережет свою мечту». Какие ключевые слова мы бы здесь выделили? Конечно же, бережет мечту. Вот я всегда, кроме того, что найти ключевые слова, всегда еще рекомендую задавать вопросы. А зачем? А почему? Это помогает уже именно ответить на эти вопросы, выйти на основную мысль текста, выйти на понимание этого фрагмента. Вот зачем вообще каждый бережет свою мечту? Что дает мечта человеку? Текст вы помните, и я не буду уже его анализировать. Возможно, у нас может получиться вот такое обоснование. Мечты необходимы человеку. В своих мечтах ты можешь быть сильным, хотя слаб жизни. Можешь стать путешественником, объездившим весь мир, как мечтал герой текста Крапивина. Мечты придают нам решительность и силу. Конечно же, вы отметите, каким казался герой текста в начале, и каким он раскрылся его попутчиком в конце текста. И, конечно же, наверное, придете к выводу, что предавать мечты нельзя. Давайте посмотрим с вами на текст, на сочинение 9.3. И начнем мы тоже с вами с определения, которое дается нам. Посмотрите. Вот так выглядит задание к данному тексту, который мы уже с вами читали. Как вы понимаете значение слова «мечта»? И вот здесь я обращаю ваше внимание. Произошли значительные, на мой взгляд, изменения. Раньше у нас обычно были вопросы «что такое мечта? Как вы понимаете слово мечта?» Сейчас формулировка изменилась. Посмотрите, в данном случае вопрос «что дает человеку мечта?». Ответив на этот вопрос, вы уже даете тот тезис, который должны доказать в своем тексте на основе примеров из текста или жизненных примеров. И эти вопросы могут быть разные, ребята. Я обращаюсь вот к тексту, к книге, которая вам очень хорошо знакома. Это книга Ирины Петровны Цибулько, которой, я уверена, вы пользуетесь. И если мы посмотрим, вот буквально несколько примеров, посмотрите. Как вы понимаете значение слова «воображение»? Что дает человеку воображение? Или же преданность. В чем заключается ценность преданности? Или же взаимовыручка. Когда помощь становится неуместной? Посмотрите, на мой взгляд, это существенные изменения, они очень важны. И самое главное, они вам будут помогать. Они вам будут помогать выстраивать логику суждения, потому что, несомненно, эти вопросы напрямую связаны с содержанием текста. И не игнорируйте их. Ответив на этот вопрос, вы уже получаете тот тезис, который будете доказывать. Композиция сочинения очень проста. Обязательно вступление состоит от толкования значения слова и пояснения, комментария. Комментарий — это как раз ответ на тот вопрос, который вам дается в вашем варианте. Первый пример из текста. Второй пример из текста или из жизненного опыта. И, собственно, вывод. Ну и, конечно же, для нас важно помнить способы толкования. Я не буду их повторять. Вы все их наверняка тоже знаете. Они сейчас перед вами. В любом случае вы должны раскрыть содержание понятия, то есть определить его существенные признаки. Какие же типичные ошибки вы совершаете, ребята? Во-первых, у вас иногда вообще отсутствует определение. Или определение неточное. Или же вы даете повтор. Как, например, добро — это совершаемое человеком добро. По сути, вы ничего не сказали о том, что такое добро. Посмотрите, это реальное определение из ваших работ, тренировочных работ, диагностических. Это те определения, которые вы давали к слову «доброта». Доброта — это стремление помочь людям, не требуя ничего взамен. Неточное определение. Доброта — это хорошее качество человека, которое очень ценится в людях. Есть много типов людей, но добрые люди ценятся больше других. Здесь вообще определение отсутствует, ребята, потому что основные признаки не указаны и определения как такового нет. Что такое доброта? На мой взгляд, доброта — это проявление искренних чувств кому-либо или чему-либо. Чтобы подтвердить сказанное, проанализируем текст Белова и жизненные наблюдения. Оно тоже неточное определение. Искренность и доброта. Хотелось бы чуть больше признаков. Вот удачное, опять-таки, определение, которое выбрало из вашей работы, — это нравственное качество человека, которое заключается в проявлении человечности, милосердия и сострадания. Доброта истинная, прежде всего, проявляется в поступках не по принуждению, а по велению сердца. Поэтому будьте очень внимательны, когда вы даете определение. Основные признаки, точные признаки данного понятия должны быть определены. Ну и, собственно, об изменениях я уже вам сказала. И, наверное, если подводить итог, ребятки, по трем видам сочинения, по трем видам работы, конечно же, прежде всего начните с работы с текста. Внимательно прочитайте текст, постарайтесь его понять, понять основную идею текста, фактологическую основу, очень точно знать, чтобы не допустить фактических ошибок. Необходимо знать критерии сочинения, исследовать этим критерием для того, чтобы получить максимальный балл. Не допускайте ошибок, о которых я сейчас вам проговорила, о сложных вопросах, которые встречаются в этом виде работы. Ну и, конечно же, написав сочинение, обязательно его проверьте. Отстранитесь от сочинения и вернитесь к нему. Воспринимайте как не свое идеальное, а как чью-то работу для того, чтобы подойти к этой работе достаточно объективно. Ну и, конечно же, заканчивая наше занятие, мне хочется всем вам пожелать удачи и, конечно же, здоровья. Учите русский язык. Редактор субтитров А.Семкин